Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. Обе реформы направлены на обеспечение экономического роста в России, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2019 уровень пенсии в среднем увеличится примерно на 12 тысяч рублей в год. Как подчеркнули в Госдуме, реформы позволят ускорить индексацию пенсий. При этом в Софедии указали, что инициатива Кабмина не стала неожиданностью и будет вынесена на широкое обсуждение. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Документ предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Указывается на сайте Кабмина.В настоящее время в России возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В рамках реформы предлагается предоставить гражданам с большим стажем 45 лет. Для мужчин – 40 лет, для женщин – возможность выйти на пенсию на два года раньше установленного порога. Как заявлял ранее спикер Нижней палаты парламент Вячеслав Володин, Госдума может принять законопроект до конца весенней сессии, однако никто не будет нарушать регламент и торопиться. Кроме того, 16 июня в Госдуму были внесены проекты изменения в законодательстве о налогах и сборах, предусматривающих повышение ставки и налога, на добавленную стоимость, НДС. Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%, снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организации автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года, указывается на сайте правительства. Также Кабмин предлагает внести изменения в федеральные законы об обязательном пенсионном страховании в РФ и об основах обязательного социального страхования. Согласно нововведениям, тариф страховых взносов в пенсионный фонд будет установлен в размере 22%. Выход на новый уровень жизни внесенный в Госдуму законопроекты направлены на повышение уровня жизни в РФ. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Также по теме «Длительный переходный период» правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста в четверг, 14 июня. Российское правительство одобрило одну из самых обсуждаемых и наиболее важных в современной России реформ. Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новые качества жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе и пенсионеров, пояснил глава Минфина на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, РТК. При этом Силуанов подчеркнул, что повышение тарифа НДС – сугубо инфляционное решение. Он также заявил, что рост пенсии значительно обгонит показатели инфляции. «Уверяю вас, что рост пенсии будет значительно выше, чем инфляционное ожидание, примерно на 2% пункта над инфляцией или даже больше», – пояснил он. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уже с 2019 года ожидается увеличение пенсии приблизительно на 12 тысяч рублей в год. Сегодня у нас 46,5 миллиона пенсионеров. Из них 39,3 миллиона человек – это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров – 39,3 миллиона человек. Будет то повышение. В 2019 году – это по 1000 рублей в месяц. Там будет определенная динамика счета, сказала она в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1». При этом, по ее словам, более значительный рост пенсии невозможен из-за сокращения количества трудоспособного населения, убыль которого в год составляет примерно 400 тысяч человек, тогда как право на пенсию ежегодно получает 1,5 – 1,6 миллиона человек. Вопрос требует широкого рассмотрения член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в разговоре с РТТ Аджу указала на отрицательное соотношение числа пенсионеров и количество трудоспособного населения. По ее мнению, решение этой проблемы не должно затягиваться. Повышение пенсионного возраста – тема не сегодняшнего дня. «У нас растет численность пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, и это самая главная причина, почему этот вопрос нужно рассматривать, либо увеличить нагрузку на молодежь, это недопустимо, либо какой-то другой вариант. Вопрос требует рассмотрения и принятия решения», – подчеркнула сенатор. «Также по теме никто не будет торопиться, законопроект о повышении пенсионного возраста могут внести в Госдуму. 14 июня Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии», – заявил спикер Нижней Палаты Парламента. «Она отметила, что страны Запада и бывшие советские республики уже прошли этот путь. При этом, как она полагает, ситуация в РФ находится на благоприятном фоне в связи с увеличением продолжительности жизни, улучшением условий жизни, ситуации в сфере медицины, на рынке труда, в области экологии, а также с развитием инфраструктуры. «Закон внесли в Госдуму, решение не принимается за кулисами, данный законопроект будет направлен во все регионы, чтобы они могли посмотреть, будет широчайшее обсуждение, предложения будут те, которые обоснованы». «Заметила Бибикова точка инициатива, направленная на повышение пенсионного возраста, требует предметного изучения». Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. «Предложение требует предметного изучения. С переходом на этот возраст предполагается, что пенсии будут быстрее индексироваться. Надо увидеть эти расчеты». «Любой такой сложный вопрос надо рассматривать в комплексе, надо также вернуться к обсуждению вопроса индексации пенсии работающих. Я думаю, что в Госдуме этот законопроект будет предметно изучен», — пояснил он в разговоре с РТ. «Депутат также указал на необходимость проведения широких обсуждений этого вопроса, включая общественные слушания. Тема сложная». «Чтобы принимать решения, необходимо детально все разъяснять, что будет после принятия данных изменений и как они будут поэтапно валиться. Эти вопросы требуют погружения», — заключил Терентьев. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok